Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события. Главное за неделю в Самаре расскажут наши журналисты и я, Андрей Горгуленко. Коротко о некоторых темах. Они лечатся от коронавируса, не выходя из дома. Самарские поликлиники показали, как организован уход за амбулаторными больными. Мини-погрузчики, тракторы и самосвалы, как готовят коммунальную технику к зиме. Невосполнимая утрата. В Самаре простились с героем Советского Союза, участником войны Владимиром Чудайкиным. На этой неделе министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян в инстаграме ведомства рассказал, в каких случаях больных коронавирусом лечат дома. По его словам, решение принимает врач, исходя из ситуации. Трем категориям пациентов рекомендуют лечиться дома. Это люди, у которых впервые поднялась температура, у кого положительный тест на коронавирус, но изменений состояния нет. И третья категория – люди с пневмониями не коронавирусной этиологией. Каждой группе врачи выписывают свое, утвержденное лечение. Но в любом случае за амбулаторными больными должны наблюдать врачи, консультировать их по телефону. Как это происходит в первой городской поликлинике, узнали наши корреспонденты. Добрый день. Первая поликлиника. Как вы себя чувствуете? После того, как в Самаре появился координационный центр помощи больным пневмонии COVID-19 и ОРВИ, удалось разгрузить первичное звено здравоохранения. Персонал первой городской поликлиники уже не сортирует звонки, а занимается консультацией пациентов. Многие жители с легкой формой болезни находятся на амбулаторном лечении. Им оказывают поддержку дистанционно. Мы сейчас хотим добиться того, чтобы максимальное число пациентов осматривались на дому, чтобы они не шли в поликлинику. Именно поэтому и пошли по тому пути, что мы у себя создавали дополнительные бригады неотложные, помощь, дополнительные бригады сестринские, чтобы максимально охватить пациентов на дому. В помощь врачам-терапевтам первой поликлиники направили 15 ординаторов, а также переориентировали медперсонал других отделений, например, стоматологического. Своих врачей, свободных от приема, я сажаю на обзвон пациентов, которые обращались в поликлинику за помощью. Существует алгоритм, по которому врачи обзванивают пациентов, спрашивают о их самочувствии, наличии и отсутствии температуры, кашля, одышки. Выясняют, какую терапию они принимают, выясняют ли, нужен ли в ближайшее время врач. По результатам этого обзвона терапевты делают обход пациентов. Больным, которым требуется экстренная помощь, направляют в бригаду скорой, к остальным выезжает неотложка. Специально для этого сформировали дополнительные бригады. Если раньше их в поликлинике было две, то теперь появилось дополнительно четыре бригады неотложной помощи, три мобильных сестринских бригады и специальная патронажная бригада, которая выезжает к пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Только за один день в эту поликлинику поступает более 450 вызовов и более 300 связаны с повышением температуры. Жителям, которые чувствуют недомогание, советуют звонить на бесплатную горячую линию координационного центра. Телефон вы видите на экране. Мэри Илчан, Светлана Кудрявцева, События. В Самаре продолжают ежедневно проводить дезинфекцию общественного транспорта. Трамваи, троллейбусы после мойки обрабатывают специальным раствором. Им покрывают все поверхности, до которых могут дотрагиваться пассажиры. Как проходит подготовка вагонов перед выходом транспорта в рейс, увидела Лариса Шлафаст. Утро в трамвайном депо начинается с водных процедур. Чтобы поездка в общественном транспорте для пассажиров была максимально безопасной, вагоны регулярно моют и дезинфицируют не только снаружи, но и внутри. Сначала мы обрабатываем. Одно обрабатывает, вторая, через 10 минут начинает протирать. После того, как в Самаре ввели особые ограничительные меры из-за распространения коронавируса, обеспечению безопасности в транспорте и санитарному содержанию, особое внимание. На усиленном контроле качество и соблюдение регламента. Ежедневно в рейсы выходят порядка 300 трамваев и 120 троллейбусов. Они перевозят до 230 тысяч человек. Тщательно моют и дезинфицируют транспорт несколько раз в сутки. В основном ранним утром до выхода в рейсы и вечером. Обрабатываются вагоны специальным хлорсодержащим средством. Оно имеет сертификат Роспотребнадзора и обладает антибактериальным эффектом. Это средство, оно очень эффективное. Мы его начали приобретать тоже так же с марта месяца. Оно абсолютно безвредное для людей, для животных. Но вместе с тем, оно полностью убивает все вирусы, начиная от обычных каких-то гриппов и кончая вот такими вот серьезными заболеваниями, как коронавирус. Запас дезинфицирующего раствора предприятие постоянно пополняет. Также для водителей и кондукторов закуплены маски и перчатки. А влажную уборку в вагонах проводят и в течение рабочего дня. Он же несколько рейсов приходит в вагон за день. И поэтому каждый раз, когда вагон приходит на конечную станцию, у нас кондукторы обязательно влажную уборку делают, поручные сиденья. Мойка и дезинфекция продолжаются во всех видах общественного транспорта Самары, включая и коммерческий. Но самарцам напоминают, важно помнить и о средствах индивидуальной защиты. Совершать поездки в трамваях, автобусах и троллейбусах можно только при наличии маски. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Районные и городские власти делают все, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Регулярный контроль за исполнением санитарно-эпидемиологических норм ведут и на самарских предприятиях. Мэрия Елчан отправилась в один из рейдов. На входе антисептики, маски, перчатки в помещениях, информационные памятки и разметка для социальной дистанции. Благодаря строгому соблюдению всех мер безопасности, на одном из предприятий Красноглинского района Самары пока удается избежать вирусных заболеваний. Здесь трудятся свыше 300 человек. Сейчас из-за пандемии две трети отправили на удаленку. Проверяется также в течение смены, два раза проверяется температура, бесконтактная температура. Обрабатываются все цеха, помещения. Нигде они не собираются ближе полтора метра. Это очень строго у нас запрещено. Заботятся о своих сотрудниках и на предприятии Советского района. На входе у работников измеряют температуру, выдают средства индивидуальной защиты. Ежедневно на производстве трудится порядка 90 человек. Те, кто старше 65, работают из дома. Люди очень заинтересованы, чтобы не было ужесточения мер и можно было продолжить работу, потому что договорные обязательства, их никто не отменял. Надо работать. Да, условия сложные, но работать надо. Районные власти ежедневно контролируют, как предприятия соблюдают рекомендации Роспотребнадзора. В ходе проверок данных нарушений нами не установлено. То есть все наши предприятия промышленные соблюдают требования Роспотребнадзора. Любые меры контроля способствуют тому, чтобы их не нарушали. Хочу еще раз отметить, что именно предприятия, понимая свою экономическую ситуацию, стараются этого не делать и беспокоятся о здоровье своих сотрудников. За нарушение правил организации рискуют получить штраф до 300 тысяч рублей. Также может быть принято решение о приостановке работы производства. По поручению главы города Елены Лапушкиной, контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер усилен. Проверки самарских предприятий продолжатся во всех районах города. Мэри Елчан, Григорий Пришаков, События. Пока позволяют погодные условия, в Самаре продолжается дезинфекция открытых территорий, улиц и общественных пространств города. Особое внимание специалисты уделяют местам большого скопления людей. Несмотря на резкое похолодание, горожане еще гуляют на набережной. Обрабатывать приходятся спортивные, детские площадки и остановочные павильоны. Дезинфекция проходит в ежедневном режиме. Подробности в сюжете Ольги Павловой. Канал ГИС Самара для вас. 30 отжиманий в два подхода, затем брусья и легкая пробежка. Борис Олянчиков влюблен в спорт и Самарскую набережную. Каждое утро он приходит к ладье с улицы Садовой. Отмечает убранство, красоту и людей с оранжевыми ранцами за спиной. Это и есть дезинфекторы. Специалисты муниципального предприятия Самарская набережная обрабатывают все поверхности объекта, до которых может дотянуться рука человека. Спортивные, детские площадки, поручни, пандусы для маломобильных граждан и остановочные павильоны. Они перешли на баланс предприятия после реконструкции четвертой очереди набережной. Людей в комбинезонах с ранцами Борис поддерживает. Санобработку в период пандемии считает необходимой. Обязательно надо, потому что очень большое количество людей пищает площадку. Также и дети, соответственно. То есть, видите, сано совмещено спортивно с детским. То есть, безусловно, это обязательно надо делать. Пока погодные условия еще позволяют работать жидкими дезинфицирующими средствами. На территории набережной в ежедневном режиме трудятся три бригады. Дезинфекцию проводят ручным способом при помощи ранцев распыления. Средства для санобработки парков, скверов и объектов городской черты безопасны для людей, имеют сертификаты качества и рекомендованы Роспотребнадзором. Обрабатываем мы каждый день, каждый день на всей территории набережной. Начиная от ладьи, так скажем, четвертой очереди набережной и кончая речного вокзала. По мере снижения температуры воздуха работы на улицах приостановят. Дезинфекцию будут проводить только на закрытых территориях и объектах, чтобы предотвратить травмирование горожан. Антисептический раствор предназначен для использования при плюсовых температурных значениях. На сильном холоде он может попросту замерзнуть. При отрицательных температурах бактерии никакие не выживают обычно. Поэтому Роспотребнадзор, требования по рекомендации пазисарной обработки поверхности, он выдал как раз в начале апреля, когда уже потеплело, сошел снег. Люди, по крайней мере, начали посещать эти объекты. Появился тактильный контакт с поверхностями. И уже с этого момента мы начали работать по санитарной обработке. По завершении зимнего периода специалисты, скорее всего, вернутся к дезинфекции открытых городских пространств. Сейчас готовы работать до первого снега и сурового минуса на термометрах. Особенно на территориях, которые так любят самарцы – набережной, парках, скверах. Запасы средств для орошения постоянно пополняются. Санобработка будет находиться в зоне особого внимания властей, вплоть до снятия режима повышенной готовности. Ольга Павлова, Максим Гусев, События. А когда ляжет первый снег, на улицы выйдет другая техника. Самарские коммунальщики показали ее на площади Куйбышева на традиционном смотре. Службы ЖКХ и благоустройства переоборудовали машины на зимний режим работы и отчитались перед городскими властями. Снегопады им не страшны. Как будут расчищать дороги от снега этой зимой, узнала наша съемочная группа. Рабочая машина у Сергея Алякишева универсальная. Пользу городу приносит и летом, и зимой. Когда тепло, специалист спецремстрой зеленхоза на ней очищает тротуары и поливает цветы. А в морозы заливает каток на площади Куйбышева и также очищает тротуары, но уже от снега. Чтобы перепрофилировать машину, специалисту нужно меньше недели. Масло меняем, веретенку меняем, цилиндры все проверяем, смотрим, чтобы поднимало, опускало все, щетка, чтобы работало. Ну, дней 5 это, чтобы все просмотреть, шпырцовать, пролазить надо. Дней 5 надо, чтобы подготовить ее. Такие же машины, а также мини-погрузчики, тракторы, самосвалы и другие спецмашины, готовые к зимней работе, продемонстрировали службы ЖКХ и благоустройства. Всего более 100 единиц выстроились на площади Куйбышева. В этом году есть и новая техника. Комбинированные автомастерские, оборудованные всем необходимым, чтобы обслуживать мосты и путепроводы, и оперативно их ремонтировать, если потребуется. Машины оценил и первый заместитель главы города Владимир Василенко. Ну, это оборудование ставится туда, оборудование устанавливается. Здесь для инструмента, ящики, здесь и можно и кондиционер поставить, и дизель-генератор. То есть они шли со знаками уже. Лопата, инструмент, подсветка. Удобная. А там, где сидят люди, там отопление есть, да? Там есть отопление, да. К работе в зимний период готовы уже более 80% машин. Не переоборудованной осталась только та техника, которая продолжает работу по санобработке улиц и общественных пространств. Но как только установятся отрицательные температуры, и эти машины в кратчайшие сроки подготовят к работе против снега и льда. Резерв машин из летнего режима в зиме не оборудован именно для этих целей. То есть как только у нас опустится отрицательная температура, в принципе, в течение суток машины переоборудуются. То есть меняется навесное оборудование, снимаются баки, ставятся ковши для песко-соляной смеси или бионорда и отвалы. Этой зимой на улице города выйдут 777 единиц спецтехники. Из них 315 машин в распоряжении муниципальных предприятий для уборки дорог и тротуаров. Еще 44 – для ухода за парками, скверами и набережной. 418 машин принадлежат управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК и их партнерам, которые будут расчищать дворы от снега. По погодным условиям на приведение в нормативное состояние и проезжей части, и пешеходных тротуаров есть гостовские нормативные сроки. За этим также следит у нас и госавтоинспекция, и контролирующие органы. Поэтому здесь мы со всех сторон, скажем так, работаем для того, чтобы в кратчайшие сроки городские условия были комфортны для всех жителей. Кроме техники, к зиме уже готовы и 5 полигонов для вывоза снега. Запасены к зиме и реагенты, которыми будут обрабатывать дороги и тротуары. Предприятия в достаточном количестве имеют песчано-соляную смесь и смесь Бионорт. А потому работа по очистке города от снега начнется сразу, как только выпадут первые зимние осадки. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. Самара в четверг простилась с героем Советского Союза Владимиром Чудайкиным. Гражданская панихида прошла во Дворце культуры «Металлург», построенном при заводе, на котором после Великой Отечественной войны Владимир Иванович проработал более 40 лет. Благодарные жители принесли венки и букеты цветов. В Самарской области Чудайкин оставался единственным участником войны, заслужившим высшую степень воинского признания на государственном уровне. Подвиг Владимира Чудайкина уникален. В 1945 году во время штурма Рейхстага его танк в составе штурмовой группы двигался впереди наступающих подразделений, обеспечивая огневую поддержку пехоте. Во время боя сержант Чудайкин помог эвакуировать с поля боя поврежденную машину, которая мешала продвижению техники. Был ранен, но остался в строю и огнем своего танка продолжал обеспечивать действия пехоты, штурмовавшей Рейхстаг. Позвольте мне в первую очередь зачитать самые глубокие, самые искренние слова соболезнования от имени губернатора Самарской области Дмитриевича Азарова. Самарская область, всю Россию постигла тяжелые утраты. Ушел из жизни легендарный человек, один из самых уважаемых людей нашей губернии, нашего Отечества, герой Советского Союза Владимир Иванович Чудайкин. Его имя стало символом Великой Победы, а яркая биография воплощением подлинного героизма советского солдата, а впоследствии добросовестного, самоотверженного труда на благо Родины. Ну я Владимира Ивановича знаю почти 60 лет. Я работал в цехе, где его был отдел, поэтому очень сожалею. Он был очень тихий, смирный, выполнял всегда свою работу. Для меня он был как отец. И вот эта потеря, потеря не только для нашего города, для нашей области, это потеря всего государства. Я считаю, такие люди, которые уходят сейчас из жизни, это святые люди. На протяжении всей своей жизни он был мужественным, глубоко порядочным и очень добрым человеком, который имел стойкие принципы и всегда защищал, стоял на стороне справедливости. Я очень благодарна судьбе, что знакома была с Владимиром Ивановичем. Благодарна ему и за внутренние советы, и за то, что он ввел огромную общественную деятельность. Владимир Иванович, человек, вот прошедший фронтовую жизнь и относится совсем по-другому к людям. Мне пришлось служить с фронтовиками, еще был с молодым лейтенантом. Они патические все. Сынок, а я бы вот так бы сделал, вы понимаете, так вот фронтовики, они все такие, потому что они прошли горнилы. Он стремился к тому, чтобы быть всегда полезным. Это не каждому дано. Видно было, что он хотел сделать для всех самарцев как можно больше. Скромен, абсолютно. Общителен к ним, доступен. Он абсолютно нигде не кищился. И в то же время очень грамотный, очень организованный. Он пользовался большим авторитетом не только у ветеранов, но и у руководства. И поэтому, ну действительно, вот как говорится, человек велик тем, что он служит людям. А он и служил людям. Вот в этом его и величие. Но, к сожалению, все заканчивается. И люди уходят. Очень жаль. В четверг избрали глав всех девяти внутригородских районов Самары. Кандидатуру утвердили на заседаниях районных представительных собраний. Все руководители избраны по итогам конкурса, объявленного после прошедших 13 сентября муниципальных выборов. Заявки принимались до 12 октября. Из них конкурсная комиссия по итогам собеседования выбрала по двое претендентов на должность главы района. Окончательные решения приняли на заседаниях советов районных депутатов. Главой промышленного района избран Андрей Семенов, железнодорожного Вадим Тюнин, советского Вадим Бородин. Главой Ленинского района стала Елена Бондаренко. Самарский район возглавил Роман Радюков, Куйбышевский Алексей Коробков. В Кировском районе главой избран Игорь Рудаков. В Красноглинском Вячеслав Коновалов. В Октябрьском Александр Кузнецов. В микрорайоне Волгарь продолжается строительство Ерикпарка. Новую зону отдыха для горожан начали возводить в конце августа. Сейчас полностью завершили работы по устройству тротуаров и велодорожек. На финишной прямой находится и обустройство плиточного покрытия. За масштабной стройкой в ежедневном режиме следят в мэрии Самары. Ход строительных работ проконтролировала глава города Елена Лапушкина. Подробности в сюжете Ольги Павловой. Вон там какой-то интересный арт-объект. Да, вот сейчас мы к нему и подойдем, и подойдем к средней террасе. На этом месте скоро появится Ерикпарк. Столь необычное название новая зона отдыха получила благодаря небольшой протоке, соединяющей два водоема. Работы по возведению парка идут по графику. На территории уже уложено плиточное покрытие, обустроены тротуары и велодорожки. Остались последние штрихи – освещение, посев газонов и монтаж системы автополива. Ходом строительных работ глава Самары Елена Лапушкина осталась довольна. Я видела проект, мы этот проект обсуждали, мы это видели на картинках. Но когда эти картинки воплощаются в жизни, смотрится совершенно по-другому. Это будет действительно очень излюбленная территория, не только для жителей Волгаря. Сюда люди будут приезжать в гости, чтобы отдохнуть на озере, чтобы посмотреть на эту красоту в кругу семьи. В парке почти готова прогулочная зона. Ее обустроили в границах улицы Ефрема Медведева и бульвара Засамарская Слобода. По периметру зоны отдыха расположили многочисленные террасы с видом на водоем. Они как раз достраиваются. А также качели, лавочки, гамаки, урны и павильон с шахматными столами. Готовый проект парка вынесли на суд жители еще в конце июля. А уже к концу октября сквер практически готов. Объект получился довольно-таки такой, ну, колоритный, так скажем. То есть все удобство для жителей близлежащих домов. То есть есть где погулять, есть где просто время провести, то есть кататься на велосипедах, на руль. Я думаю, жители будут очень довольны этим парком. Придать парку лоска и красок помогут новые деревья и газоны. В границах прогулочных зон высажены клёны и яблони. В настоящее время рабочие устанавливают бордюрный камень и прокладывают кабель для освещения. В мэрии Самары отмечают, аналогов сквера в России нет и призывают горожан бережно относиться к новой зоне отдыха. Мы вкладываем душу и сердце в эти территории. Мы изучаем потребности людей и делаем это очень тщательно и действительно с любовью. Надеемся, что эта территория будет долгое время приносить удовольствие. Работы по благоустройству территории Ерикпарка идут без выходных. Сдача готового объекта запланирована на ноябрь этого года. Ольга Павлова, Константин Головин. События. В Самаре на улице Старозагора появился новый арт-объект, напоминающий горожанам о дружбе двух народов – русского и болгарского. Теперь на стенке вентиляционной шахты возле здания бывшего кинотеатра «Шибка» красуется барельеф, который изготовил местный художник Александр Корпусов. Как оценивают самарцы, новый арт-объект узнала Лариса Шлафаст. Здесь мы делали имитацию камня, чтобы повторить нашу фактуру крепости. Арт-объект на Старозагоре должен иметь максимальную схожесть с оригинальным болгарским памятником свободы, решили авторы проекта. Художник Александр Корпусов постарался изобразить фактуру камня и учесть все детали. Крепость, фасадная ее часть, и возле ее подножья располагались пушки. Памятник свободы на перевале «Шибка» – это мемориал в память павших за освобождение Болгарии в русско-турецкой войне. Болгарский город Старозагора, побратим Самары. И эта улица в городе названа именно в его честь. Раньше здесь располагался всем известный кинотеатр «Шибка». Сейчас это здание реконструировано, и новый барельеф будет хорошим напоминанием горожанам о важной странице истории, уверены авторы проекта. Здание носило имя «Шибка» в честь известного сражения на перевале «Шибка» в русско-турецкой войне. И одним из его символов как раз являлся впоследствии памятник свободы, который болгары возвели на своей земле. Мы решили реализовать эту идею современных материалов, современном стиле. Над арт-объектом художник трудился месяц. В мастерской сделал макет такой же вентиляционной шахты, где планировалось разместить объект, и подготовил фрагменты деталей. Затем сложил готовые пазлы воедино за несколько дней. Самарцам новый арт-объект в городе пришелся по душе. История же нашего города, наше отношение с дружественным нам народом Болгарии. Думаю, надо. Очень даже симпатично. На фоне такого брельефа поднимается как-то настроение. Люди, мне кажется, здесь стали больше гулять. Ну и восхищаются талантами художников, которые это все сделали. Мне очень нравится. Арт-объект на Старозагоре – первый шаг меценатов в украшении Самарских улиц. И авторы проекта говорят, вероятнее всего, не последний. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. На этом наш выпуск завершен. До встречи и не болейте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok